Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава третьей книги Ездра. Для библейского портала экзегет читаем русский синодальный перевод. Ну и десятая глава начинается так вот прям посредине истории. Деление на главу, оно, конечно, позднее и зачастую абсолютно произвольное. Тот самый случай. В конце девятой у нас было с вами некоторое видение Ездра в очередной раз, лирический герой, который носит имя Ездра, и на самом деле он вряд ли имеет отношение к книжнику времен возвращения из плена. Он выходит в поле, там он семь дней питается полевыми цветами, как сказано, то есть тем, что найдет вот прямо вокруг себя. И, наконец, задает Богу вопрос. Вопрос примерно так формулируется, если кратко. Мы, израильтяне, мы, народ Израиля, несем в себе закон. Почему же мы погибли, а закон цел? Конечно, у любого вопроса есть какой-то скрытый вопрос внутри, или почти у любого. И здесь он хочет спросить Бога, ну, Господи, не хочет ли ты что-нибудь сделать, чтобы нас спасти? И в качестве ответа он видит женщину, которая плачет и рассказывает о своем сыне. Тридцать лет у нее не было сына, потом, наконец, она родила, и он пошел жениться. На этом заканчивается девятая глава. Десятая. Ну, понятная история, да, в день свадьбы, в день такого наивысшего, казалось бы, торжества умирает ее единственный сын, и надежды, конечно. Тридцать лет она ждала его рождения, то есть, было хорошо так за сорок. Еще он вырос, то есть, еще лет двадцать прошло уже, родить она не может. Оставив размышления, которыми занимался я, с гневом отвечал ей и сказал, «О, безумнейший из всех жен!» Вообще, довольно резкий ответ женщине, которая только что потеряла своего сына единственного. «Не видишь ли скорби нашей, приключившего сынам, что Сион, мать наша, печалится безмерно, крайне унижен и плачет горько?» То есть, до личных ли проблем сейчас, когда мы все в Вавилонском плену, когда проблемы у нас единые, да? Это, кстати, маленькая подсказка, что означает это видение. «И теперь, когда мы все скорбим и печалимся, потому что все опечалены, будешь ли ты печалиться об одном сыне твоем?» Ну, вообще-то да. Нормальная мать будет печалиться о своем сыне, даже если вокруг нее мировая война идет. «Спроси землю, и она скажет тебе, что ей-то должно оплакивать падение столь многих рождающихся на ней, ибо все рожденные от нее от начала и другие, которые имеют произойти, едва не все погибают, и толикое множество их предается истреблению». Вот Ездра такой резонер, он всю книгу резонер, но здесь уж он какой-то жестокий резонер. Да, все умирают, и вообще поэтому не надо печалиться о своих умерших. Ничего себе. «И кто должен более печалиться, как не та, которая потеряла далеко и множество, а не ты, скорбящая об одном? Если ты скажешь мне, плач мой не подобен плачу земли, ибо я лишилась плода чрева моего, который я носила с печалью и родила с болезнью, а земля по свойству земли, на ней настоящее множество как отходит, так и приходит. То есть, что мне до миллионов людей, я единственного потеряла, которого вырастила, вы ничего. «Я скажу тебе, что как ты с трудом родила, так и земля дает плод свой человеку, который от начала возделывает ее. Посему воздержись теперь от скорби твоей и мужественно переноси случающуюся тебе потерю. Ибо если ты признаешь праведным определение Божие, то в свое время получишь сына и между женами будешь прославлена». Это годам к семидесяти, еще неизвестно когда. «И так возвратись в город к мужу твоему». То есть, ничего страшного, у нас тут у всех проблемы, да, такая обычная реакция человека, глубоко бесчувственного на страдания тех, кто рядом с ним. Но она сказала, «Не сделаю так, не возвращусь в город, но здесь умру». Продолжая говорить с ней, я сказал, «Не делай этого, но послушай совета моего, ибо сколько бед сиона. Утешься ради скорби Иерусалима, ибо ты видишь, что святилище наше опустошено, алтарь наш не спровергнут, храм наш разрушен, псалтирь наш уничтожен». Псалтирь – это музыкальный инструмент, конечно, который в храме использовался. «Песни умолкли, радость наша исчезла, свет светильника нашего угас, ковчег завета нашего расхищен, святое наше осквернено, и имя, которое наречено на нас, едва не поругано». Речь идет, конечно, о разрушении Иерусалима и храма, на котором наречено Божье имя. «Дети наши претерпели позор, священники наши избиты, левиты наши отведены в плен, девицы наши осквернены, жены наши потерпели насилие, праведники наши увлечены, увлечены в смысле их утащили, уведены, отроки наши погибли, юноши наши в рабстве, крепкие наши изнемогли, и что всего тяжелее знамя Сиона лишено славы своей, потому что предано в руки ненавидящих нас». Ну, это разрушение Иерусалима, храма и, естественно, все эти бедствия, которые ему сопутствуют. «Посему оставь великую печаль твою, отложи множество скорбей, чтобы помиловал тебя крепкий, и Всевышний даровал тебе успокоение и облегчение трудов». То есть это все не очень страшно, что с тобой происходит, а вот надо все-таки сделать так, чтобы оплакивать нашу общую скорбь, а не свою личную. При всех словах моих к ней внезапно просияло лицо и взор ее, и вот вид сделался блистающим, так что я устрашенно ею помышлял, что бы это было. И вот она внезапно испустила столь громкий и столь страшный звук голоса, что от всего звука жены поколебалась земля. Я видел, и вот жена более не являлась мне, но созидался город, и место его обозначалось на обширных основаниях. Я устрашенно и громко воскрикнул и сказал, «Где ангел Уриил, который вначале приходил ко мне? Ибо он привел меня в такое иступление ума, в котором цель моего стремления исчезла, и молитва моя обратилась в поношение». Где вообще ангел? Что за безобразие? А то приходил, а теперь никак не объяснит мне, что происходит. Этот лирический герой очень требователен к ангелам, да? Он праведник, но он такой дерзновенный праведник, а местами даже дерзкий. Вот он и женщине прочитал мораль так весьма внушительная. И тут жена преобразилась, и ему, наверное, стало понятно, что это не просто какая-то женщина, у которой личная проблема случилась, это некий образ. Так что подать сюда ангела. Интересно, что ангел отвечает. Вот бывает, что и ангелы слушают людей. Когда я говорил это, он пришел ко мне и увидел меня, и вот я лежал как мертвый в бессознательном состоянии. Он взял меня за правую руку, укрепил меня, поставив на ноги, сказал мне, «Что с тобой? Отчего смущены разум твои и чувства сердца твоего? Отчего смущаешься?» Оттого отвечал я ему, что ты оставил меня, и я, поступая по словам твоим, вышел на поле. И вот увидел, еще вижу то, о чем не могу рассказать. Он сказал мне, «Стой мужественно, я объясню тебе». Вот ангел Ездр еще и воспитывает немножко. Вот нет бы ему сразу прийти и все это рассказать Ездре, то, что он сейчас скажет, через какое-то видение. И видение такое, что появляется женщина, которая должна вызвать сочувствие, но кто как не мать, уже преклонных лет оплакивающая смерть единственного сына, вызовет у вас сочувствие. А у Ездра это вызывает такой выплеск морализаторства. «Что ты, женщина, тут мне плачешь, у нас тут все плохо, а еще ты со своими личными проблемами». Сейчас он ему объяснит, что на самом деле он глубоко ошибался. Ездра, конечно, большой праведник здесь и дерзновенный, как я уже сказал, а местами дерзкий, но это не значит, что ему не надо показать, насколько часто его претензии смешны. Итак, отчего ты смущаешься? «Оттого отвечала ему, что ты оставил меня, я, поступая по словам твоим, вышел на поле, и вот увидел, еще вижу то, о чем не могу рассказать. А он сказал мне, стой мужественно, и я объясню тебе. Говори мне, господин мой, сказал я, только не оставляй меня, чтобы я не умер напрасно, ибо я видел, чего не знал и слышал, чего не знаю. Чувствовали мое, обманывает меня, или душа моя грезит во сне? Посему прошу тебя объяснить мне, работая ему, и это иступление ума моего». То есть, видение, которое сверх моего понимаем. «Отвечая мне, сказал он, внимай мне, и я научу тебя и изъясню тебе то, что устрашило тебя, ибо Всевышний откроет в себе многие тайны. Он видит правый путь твой, что ты непрестанно скорбишь о народе твоем и сильно печешься о сегодня. Таково значение видения, которое пред всем явилась тебе, жена, которую ты увидел плачущую и старался утешать, которая потом сделалась невидима, но явился тебе город созидаемый, и которая тебе рассказала о смерти сына своего, вот что значит, жена, которую ты видел, это Сион». То есть, вот он ей говорит, молчи, ты тут ни при чем, Сион в беде, а то выясняется, что она и есть Сион. Смотрите, в этой книге постоянно обсуждается вот это отношение Израиля как народа, как сложной совокупной личности, и отдельного человека как отдельной личности. И вот ангел больше говорит о том, что каждый человек получает вот по своим, даже не поступкам, не делам, а получает вот по тому, насколько он полон или пуст, да, а Изра все сводит постоянно к народу, как единой коллективной личности. И вот здесь они наконец встретились, то есть эта единая коллективная личность пристала перед ним в образе отдельной человеческой личности, да, и он их перепутал, он сказал, нет, меня не интересует этот человек, меня интересует только мой народ. Оказалось, что в человеке есть народ. То есть, тоже такой интересный урок. Не надо мыслить категориями, мы очень часто мыслим категориями народов, государств, наций, конфессий, еще каких-то объединений. Вот хорошо ли это для моей конфессии, моей общины, моего государства, народа, нации, а как это человеку? Вот все эти общности, они состоят из отдельных личностей, и в каждом из этих людей эта общность и проявляется. Каково человеку? Итак, это Сион. А что сказала тебе та, которую ты видел, как город только что созидаемый, что на 30 лет была неплодна? Этим указывается на то, что в продолжении 30 лет в Сионе еще не была приносима жертва. Имеется в виду, когда Давид взял штурмом Иерусалим и сделал своей столицей, он не сразу перенес туда ковчег, и тем более храм не сразу был построен, значит, жертвы там не приносили. Сион – это холм, на котором стоит Иерусалим, самый главный из них. По истечении 30 лет неплодная родила сына. Это было, когда Соломон создал город и принес жертвы. Имеется в виду строительство храма и возникновение этого культа. А то, что она сказала тебе, что с трудом воспитала его, так это обитание в Иерусалиме. А что сын ее, как она сказала тебе, входя в черток свой, упал и умер, это было падение Иерусалима. То есть, когда ожидалось вот некоторое такое завершение и высший пик истории Израиля, ну, с другой стороны, что там можно было ожидать в тех условиях, но неважно, вот хотелось бы, чтобы все после Давида Соломона было все более славным и могущественным. Вот тут Иерусалим разрушен, храм уничтожен. И вот, ты видел подобие ее, и как она скорбела о сыне, старался утешить ее случившимся, то надлежало открыть тебе о сем. Ныне же Всевышний, видя, что ты скорбишь душой и всем сердцем болезнуешь о нем, показал тебе светлость славы его и красоту его. Для всего-то я повелел тебе жить в поле, где нет дома. Вот, а при чем здесь поле? Ну, сейчас чуть-чуть дальше. Я знал, что Всевышний покажет себе это, для того я повелел, чтобы ты пришел на поле, где не положено основание здания, ибо не могло дело человеческого созидания существовать там, где начинал показываться город Всевышнего. То есть, выйди из места, где ты живешь, ну, как, кстати, в раму когда-то было сказано, отправляйся в поле, и там ты увидишь тайны Божьи, потому что это не человеческие строения. Вот ты все время пытаешься человеческие мерки применить, выстроить какую-то логику, для начала откажись от нее, тогда можно будет себе открыть что-то о замысле Бога. Итак, не бойся, да не страшится сердце твое, но войди и посмотри на светлость и великолепие созидания, сколько могут увидеть глаза твои. После того услышишь, сколько могут слышать уши твои. Вот тоже важная мера. Какие бы великие откровения не получал человек, он вмещает лишь часть. Всей полноты Божьей премудрости ни один человек никогда не вместит. Но каждый уносит с тобой сколько может, и делится этим с другим, насколько у него это получается. Ты блаженнее многих и призван к Всевышнему, как немногие. На завтрашнюю ночь оставайся здесь, и Всевышний покажет себе видение величайших дел, который он сотворит для обитателей земли в последние дни. И спал я в ту ночь и в следующую, как он повелел мне. Вот, смотрите, ангел его как бы так подловил, вот на том, что он принял женщину всего лишь за женщину, а это и был Сион, что не надо относиться с пренебрежением к личности и только коллективной общности воспринимать как что-то достойное внимания. Но, тем не менее, он удовлетворит его интерес, он узнает много нового и интересного. Что же он узнает, мы прочитаем в 11 главе. Спасибо. 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 Спасибо.